фильм дневная смена от netflix это пустая трата времени фильм снял режиссер джей джей перри и по всей видимости это его первый фильм поскольку до этого он занимался только каскадерскими трюками и мелкими ролями почему же тогда ему поручили снять этот фильм без какого-либо опыта но это уже вопрос к netflix в одном из своих видео я уже упоминал что студия снимает высокобюджетные фильмы и привлекает туда звезд класса а чисто ради заполнения контента во первых потому что это проверенная формула и менять они ее не рискуют есть конечно же исключение из правил но только потому что права на хорошие фильмы netflix выкупает только после успеха этого же фильма на независимых кино фестивалях по сюжету главный герой фильма бад я был яблонский яблонский в исполнении джейми фокса притворяется что работает чистильщиком бассейнов когда в настоящее время он занимается охотой на вампиров о боже мотивация у героя появляется только тогда когда его бывшая жена говорит что хочет продать дом и уехать с дочкой во флориду но чтобы этому помешать баду нужно срочно достать 10 тысяч долларов в принципе скатертью дорога подумали бы мы в принципе я бы и сам переехал с ними вообще видели фотографии флориды это как рай на земле по сравнению с той дырой в которой они сейчас живут но непутевый батя понимают что чистильщиком бассейнов и секретным охотником на вампиров он такие деньги быстро не поднимет и тогда ему приходится пойти на крайние меры нет не эти меры бат просится обратно в союз охотников за вампирами из которого его давным давно выкинули за неисполнение протокола но помогает ему в этом его старый друг в исполнении снуб-дога и я реально не понимаю зачем его персонажа как-то называть наденьте вы на него хоть ковбойскую шляпу он все равно при этом будет снуб-догом в общем чтобы попасть в союз джейми фокс вынужден проходить проверку у задрота наблюдателя которого играет дэйв франко завязка же сюжета начинается с того что старуху которую он прикончил в первой же сцене оказывается матерью лидера всех вампиров и в результате она жаждет отомстить баду и на этом в принципе все фильме полно кринжовых шуток ну а сам сюжет ни разу не оригинальный мы уже везде видели двух героев которые выполняют миссию один из них ботан а второй крутой специалист в своем деле сам сценарий фильма как вы поняли писал каскадер но в принципе это видно поскольку кроме неплохих экшен сцен дневная смена не блещет оригинальной истории начальная сцена драки со старухой мне очень понравилась но все же напоминала стиль сэма рэйми и его фильмы зловещие мертвецы которые наполнены нелепым гором и фонтанами крови в конечном итоге дневная смена это плохой сценарий кринжовые диалоги и неплохие боевые сцены я поставлю этому фильму три вампирских клыка из пяти и честно говоря я бы лучше посмотрел фильм в котором снупдог курит траву с вампирами хотя постойте по моему этот фильм уже есть ну а что вы думаете по поводу этого фильма и какой ваш любимый фильм про вампиров напишите в комментариях но у меня на сегодня все всем спасибо за просмотр и мы увидимся с вами в следующем выпуске пока пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok